SCP-246 предрекающий проектор. Класс объекта безопасный. Особые условия содержания. SCP-246 должен храниться в деревянном ящике на охраняемом складе зоны засекречена. Исследователи, использующие объект в экспериментах, вправе располагать его в испытательной комнате по своему усмотрению. Однако, в прочих случаях SCP-246 не должен выниматься из коробки, особенно с целью развлечения. Описание. SCP-246 представляет собой 16-мм кинопроектор. При включении SCP-246 в сеть загорается его проекционная лампа и приходит в движение плёночной катушки. Если проектор направлен на экран или другую белую поверхность, на последней начинает проигрываться фильм. Причём плёнка SCP-246, здесь и далее SCP-246-01, не прокручивается перед лампой. Фотография выключенного SCP-246. Податчик плёнки на верхней катушке намертво заварен, что делает невозможным перемотку SCP-246-01 с одной бобины на другую. Запросы на разрезание сварочного шва или замену податчика отклонены из-за возможности непреднамеренной поломки SCP-246. Исследования SCP-246-01 позволили сделать вывод, что в покое плёнка пуста, в то время как при движении катушки высокоскоростная съёмка фиксирует на ней наличие изображений. Природа появления этих картинок сейчас изучается. Ниже описано поведение SCP-246 при замене исходной катушки какой-либо другой. После замены при включении проектора новая катушка демонстрирует те же свойства, что и SCP-246-01. Микроспектрометрия катушек стёртых SCP-246 показала наличие в них необычных разновидностей удалено. Дальнейшие исследования запрещаются всем сотрудникам организации, кроме доктора Засекречна. Вне зависимости от того, было ли на SCP-246-01 что-то записано или нет, включённый SCP-246 показывает короткий фильм, выполненный в стиле обучающих видео 50-х годов 20-го века. SCP-246 показывает способность предсказывать дальнейшую судьбу того, кто смотрит фильм. Так, например, сотрудница D-класса, который он показал кино под названием «И так вам осталось недолго», в ближайшие дни была устранена во время ежемесячной ротации. Сотруднику-интроверту D-засекречна, вопреки многократным заверениям в «Удалено», был показан фильм «Три простых способа вырезать засекречна», рассказывающий о методах и средствах проведения хирургической операции в домашних условиях. Чуть позже сотрудник был устранён при попытке использовать зубную щётку в качестве хирургического инструмента. Той же ночью доктор Засекречна, работавший хирургом перед тем, как фонд данной длины, и надзиравший за D-засекречна, попытался выполнить рекомендацию из фильма. На следующее утро он был обнаружен мёртвым. Внутренности и Засекречна были разбросаны вокруг тела. В ходе дальнейших опытов были показаны фильмы. «Гастрономические предпочтения лесных зверей», «Три совета тем, кто делает себе ампутацию», и «Вслепую, что делать с полным параличом». Последний включал яркое описание того, как жертва паралича медленно умирает от голода, после чего тела находят родственники. Вскоре после просмотра все зрители оказались в ситуациях, описанных в фильмах. По этой причине исследователям не рекомендуется использовать на практике указания CP246. Кроме того, они должны докладывать руководителю о любых попытках включить объект. На изображении кадр из фильма, показанного младшему научному сотруднику, засекречена. Надпись гласит «Выжить максимум за оставшееся время». Продолжение следует...